Милечка, добрый вечер, девочка моя. Как я рада, что ты к нам опять заглянула. Тем более, тема сегодня такая интересная. Я думаю, для молодых людей она очень актуальна. Так, кто у нас еще рядышком? Присоединяйтесь, друзья, в чат. Будем рады всех поприветствовать. Смотри, у нас все участники наши, 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 наши. Наши участники школы, психологии в каждый дом. Настенька, привет, Настен. Привет, Настен. Кто у нас все рядышком? Давайте, отзывайтесь. Вот так, сейчас я проверю. Запись у меня идет, все хорошо. Рада так вас всех видеть. Рада постречаться опять со своими добрыми, добрыми, такими продвинутыми, такими развитыми учениками. Давно с вами не виделась. Теперь приблизительно раз в месяц буду вебинары у нас вести среднюю школу. Поэтому будем видеться реже, конечно, с одной стороны, но с другой стороны тоже хорошо. Учерпываем плюсы, да. Эти встречи у нас будут более, скажем так, продуктивные, более радостные, да. Когда реже друзья встречаются, то тогда гораздо это все интереснее. Можно сказать, такая вот прям насыщенность. Олечка Вдовкина присоединилась к нам. Очень хорошо, очень здорово. Рада, 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 Оля. Рада. Привет, привет, Оленька. И я тоже рада, как хорошо. Присоединяются к нам люди. Давайте, давайте, активно в чат пишите. Смайлики, поздравления. Поздравления с чем? Давайте, во-первых, мы, по-моему, осенью... А, по-моему, второй раз встречаемся, да. Сама уже забыла, когда, сколько мы чего делали. По-моему, да, второй раз за осень встречаемся. Осень уже такая серьезная, у кого-то где-то, может быть, уже и снег идет в Сибири. У нас пока еще в Москве вообще погода чудная. Солнышко, тепло, градусов 17 сегодня было или 16. В общем, прекрасная погода. Вот, друзья мои, и потихонечку-потихонечку подходим к нашей теме. Я просто хочу, чтобы кто-то еще в чат написал, чтобы отозвались, чтобы мы его поприветствовали. Махнули смайликом, ручкой, поддержали. Как у вас дела? Расскажите, как у вас успехи? Вот, кстати, между прочим, в январе будет почти год. Многие уже прошли, ну, базу онлайн-школы, да. Все-таки, вот, может быть, какие-то явные успехи есть, они очевидны. И если их можно озвучить, как бы было здорово поделиться. Вот у кого какие-то такие значимые изменения в своем развитии, вообще в жизни? Может быть, у кого-то в отношениях семейные отношения наладились, там, с родителями, с детьми, с мужем, ну, и у кого как. Ну, вот пару слов расскажите, вот, будет очень интересно. Во-первых, мне, потому что мне всегда отчеты, особенно вот просто отзывы о том, что люди, когда пишут о своих изменениях, это настолько приятно и настолько радостно. У меня вот просто, я не знаю, для меня это высшая радость на свете, хотя, конечно, много других радостей в жизни. И природа, и общение с своими близкими, это однозначно, эта вот радость взрастила в себе и оставила на веки, она так приятно греет душу. Но, с другой стороны, когда, вот, по моему предназначению, когда обучаешь чему-то людей, даешь им, передаешь знания, скажу так, даже лучше, и видишь результаты вот этих плодов, это, конечно, ни с чем не сравнивает. Оленька Вдувкина что-то пишет нам, здорово, мы обязательно ее поддержим в этом намерении. Это вообще почетно, когда люди делятся этими изменениями в лучшую сторону. Во-первых, это мотивация, мотивация для остальных людей, мотивация для меня, хотя у меня и так внутри энергия, можно сказать, ну, очень и очень сильно меня продвигает. Вот, внутренние мотивации. Вот, а когда внешне еще вот такие вот посылы, знаки, я бы так даже сказала, с внешней окружающей среды, то, ну, это стимулирует очень здорово. Это движет, движет и движет вот этим. И причем, знаете, друзья мои, когда иногда что-то у меня какой-то есть застой, ну, с эмоциями, что-то не так, ну, что-то тело у меня барахли, там, чего-то, да, дисбаланс горит. Гормонок, скажу так. Вот, и что-то грустновато. Грустновато это всегда у нас от гормонов практически всегда, или это нерешенных задач. И приходят какие-нибудь отзывы от учеников. Боже, как же я тогда радуюсь. И у меня тут же сразу сплеск гормонов, никаких вообще там таких непонятных чувств внутренних не случается. И это вот стимулирует очень здорово. Поэтому поддерживать над друг другом, говорить какие-то приятные слова, это всем нам будет только на пузо. Итак, Оленька Вдовкина написала. Я продвинулась к своей цели. Составила образовательную программу и вела платные образовательные услуги по подготовке дошкольников к школе. Супер, Олечка, вот это прям вообще. Вот, ну, низкий поклон. Это ж такое дело классное. Научилась строить отношения с мужчинами. Вообще, произошедшие внутренние изменения отразились на моей внешности. Ву, здорово. Потрясающе. Кстати, для женщины это очень важно. Потому что мы, когда уходим, можно сказать, в семейные отношения, то там у нас происходит, ну, можно сказать, уход мотивации вообще на внешний вид. Это много-много-много вот таких вот запросов от женщины, как себе мотивировать или создать какой-то смысл на внешний вид, чтобы начинала как-то ухаживать за себя. И, кстати, здесь вот, здесь еще вот работать и работать, даже на психолога. Так, и за это спасибо вам, Полин, и Николаю Ивановичу. Да, 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 абсолютно верно. И, Оленька, спасибо тебе, что ты написала. Мне так приятно. Николай Иванович – это мой, можно сказать, тоже мотиватор. Его знания вот в нашей онлайн-школе в большей части тоже. Его заслуга, все вот эти упражнения по дистанции, которые я вам давала. То есть, по сути, по большому счету практически все. Где-то я их дорабатывала, где-то я что-то из других мест брала. Ну, в основном это его, его, его такие, ну, фишки, находки. Ну, опять же, тоже он где-то брал из других источников, все это синтезировал, в принципе, как и я это делаю. Ну, вот, в принципе, так оно и происходит. И Леночка Кириллова к нам присоединилась тоже. Рада, Леночка, привет, привет, рада всегда тебя видеть. Это как бы наша новая такая участница. Тоже девчонка развивается, продвигается, есть огромные желания. Это самое главное. А успехи тут не за горами, как обычно. Ну, вот много-много говорю. И давайте переходим к теме. Ну, это было важно, важно поделиться какими-то успехами. Это, во-первых, для себя. Всегда начинаем хотя бы поднимать самооценку себе. Какие же успехи есть. А то, как правило, смотрим вперед, назад меньше. А там столько прошли, там такие горы перевернули, такие Альпы мы прошли. А как бы не очень это замечаемо. Это очень важно. Очень важно за этим, за всем наблюдать, в прежде очередь, для себя. Ну, и переходим мы к уверенности, к нашей теме, друзья мои. Сразу вот спрошу у вас, уверены ли вы в себе на 100%. Ну, давайте по 10-бальной системе. То есть, 10 баллов, уверен всегда во всем и всюду. 0, не уверен никогда ни в чем, ни во всем. А вот где-то там все остальное, посередке, смотрите, ну, это приблизительно. Ага. И мличка на 8, уверена. Супер. Очень хорошая циферка. Очень замечательная. Замечательная. Так. Так, а я пока, вы пока мне пишите, я еще Олею прочитаю. Она мне комментарий написала. Если хочу добавить... А, еще хочу добавить. Прочитала вашу книгу про привычки. Я читаю Чарльз Дахига. Силы привычки. Тоже благодарю вам. Благодарна вам. Да. Благодаря вам. Да. Книги действительно. И моя вот эта про привычку, она действительно очень-очень-очень хорошая. Я ее люблю. Я вложила столько туда, столько души, столько эмоций, столько чувств, своего собственного опыта. Ну, действительно, книга, мне кажется, удалась. К нам еще присоединились. Наталья Васильева. Здорово. Я здесь и всем привет. Наталья, мы рады. Спасибо, что в чат пришли. Спасибо, что к нам пришли. Откуда вы? Сколько вам лет? Если года можно написать. Будем рады. Будем рады. У Натальи шесть. У Леночки пропустила. Прости, Леночка. Семь. По уверенности хорошо. Вот. Как настроить звук? А то у меня связь-то плохая. Это у нас, вот не знаю, как прочитать правильно по-английски. То, вот очень трудно. По-русски напишите, пожалуйста. Звук. Как настроить звук? Ну, если вот звуковые системы есть, все их надо, конечно, поднять. Можно еще перезагрузить страничку или зайти с другого браузера. Может быть, получше будет, если такая возможность. В крайнем случае перезагрузить вообще компьютер и опять пройти по ссылочке. Звука нет. Звука нет. Так. И у Натальи у вас сильный узор. А у других звук есть? Друзья, у кого звук есть, так напишите. Звук есть. У кого нет, пишите. Звука нет. У Лены есть. Ага. Так. Так. Имели звук есть. Ага. Друзья, это значит, если у... Ага. Людочка, привет. Звук есть. Привет, Людочка. Рада, рада, рада. Солнышко. Солнышко, Лена, привет. Друзья мои, если в большей степени у всех людей есть, то значит, что-то неполадки какие-то у вас. Попробуйте страничку просто пере... Обновить. Обновите страничку. Ага. Так, давайте напишем. Ага. Люда, привет. Я тут просто руки не достаю до клавиатуры. Все слышу. Прекрасно. Звук есть у улички. Ага. Так, давайте пере... Страничку. Страничку пере... Как она называется, господи? Только что сказала. Друзья мои, как страничку нам надо сделать? Пере... Вот бывает же, да? Вот слово вылетело и все. Обновить. А не пере. Ага. Обновить. Или зайти с другого... С другого браузера. Или перезагрузить. Помп. Так, вот так. Ага. Так, 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 так. Ага. Так. Любочка Кархалева. Кархалева. Правильно фамилию произнесла? Добрый вечер. Как приятно, что вы к нам присоединились. Если можно, напишите, откуда вы, сколько лет. Если слышите, то звук есть, то махните. Ага. Или его выключить. Так. Наталья Васильевна, я даже не знаю, ли его выключить. Что нам со звуком? То, у кого какие есть версии, подскажите ребятам. У кого звук есть, другим подскажите. Угу. Так, 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 так. Страничку обновить или зайти с другого браузера. Ну, в принципе, вот все, что я могу посоветовать на данный момент. А что у других звук есть. Вот. Любовь слышит нас. Ага. Сык-тывкар. Прошу прощения. Республика Коми. 59 лет. Очень приятно. Как здорово. Такой прекрасный возраст. Такая прекрасная республика. И вообще этот вот, кстати, город вообще прекрасный. Потому что я не была там, но само на название, оно всегда способствует так вот, знаете, хотя бы какому-то навыку обучения в выговаривании слов. Ага. Люда, да. Вот перезагрузки зачастую достаточно. Да. Друзья мои, кто не слышит, перезагрузитесь. Ага. Что-то я пропала куда-то. И я что-то пропадала. Угу. Так. Все. Угу. Ну, мы пока потихонечку начнем. Потом, значит, друзья мои, кто к нам только присоединился, мы про уверенность. Кто уверен в себе на 100%, по 10-бальной системе, значит, десяточку. Кто к нам только присоединился. Кто не уверен в себе, ноль. Этого не уверен ни в чем, никогда. И вообще эта неуверенность – это моя стихия. Угу. По крайней мере, вы для себя определитесь, что у вас. Ага. Люда Карпова, мая, цифра 8-9. Цифра прекрасная. Цифра прекрасная. И вы сегодня в этом убедитесь. Ага. Угу. Так. А мы сейчас, я перелистну. Следующий слайдик. Угу. Так. Любочка пишет. 7-8. Прекрасная тоже цифра. Ольга Вдовкина. Ага. Солидарно с Людмилой. Здорово. У нас вообще здесь полная солидарность. Здорово, здорово, здорово. Так. Ну, друзья мои, что для вас с неуверенность? Вообще, что вы вкладываете в это понятие? Ну-ка, вот это тоже интересно. Ну-ка, расскажите мне. Что вы вкладываете? Я сейчас расскажу свою версию. Снежаночка. Ой, здесь она рядышком, да? Здорово, Снежаночка. Привет. Как рада, что вы вместе. Емилия и Снежана. Здорово. Ага. 5 у Снежаны. Ну, будем работать. Есть зона роста, скажем так, да? Угу. Нормально, нормально. Ну, тоже цифра хорошая, посередки. Так. У кого есть в своем арсенале понятие про уверенность? Что в понятие уверенность у вас входит? Ваш личный набор. Не то, что там в классику психологии или где-то еще, а что вы вкладываете в неуверенность? Это что? Угу. Так. Состояние. Улечка пишет. Угу. Смотря в чем, Лена пишет. Неуверенность в разных областях. Ага. То есть, все-таки здесь идет разделение, да, Лен? В одной области уверена, в другой не уверена. В каких областях? Ты можешь вот уточнить по этому? Тоже будет интересно. Угу. Ну, в общем. То есть, не конкретно у тебя какие-то области, ну, а как бы вот по-другому и сформулировать. Эмеля пишет. Знать что-то хорошо. Угу. Так. Здорово, здорово. Хороший ответ. Так. И Олечка пишет. Можно рассматривать как компетентность. А, можно рассматривать как компетентность. Неуверенность или уверенность? Оль. Я больше думаю, что, конечно, если... Про уверенность, то, конечно, компетентность. Да, 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 да. Конечно. Конечно. Уверенность – это компетентность, да. Абсолютно верно. Это когда есть опыт. Опыт. Хороший опыт. В чем-то. Угу. И Люба пишет нам. Нет уверенности, туда ли я иду. Угу. Ага. Нет уверенности, туда ли я иду. То есть, мое это или не мое, да? Угу. Ну, что-то приблизительно. Да. Очень хорошо. Вот прям немножко разные ответы, но они дополняют друг другу. Вот это очень важно. Здорово. Угу. Да. Ага. Да, да, да. Спасибо, девчонки. Здорово. Еще Оля пишет. Здорово. А сейчас я как бы дам ответ, ну, стандартное определение психологии. Еще Олечка прочитаю. Неуверенность – это неумение предвидеть какой-либо результат. Тоже очень хороший ответ. И по многому действительно Оля вот прям дополняет нашу картину. на самом деле глубокое, большое, хорошее, качественное зерно в этом ответе. Спасибо, Олечка. Угу. И Люба и нам дополняет. А теперь, друзья мои, сейчас я подошла к самому определению. Неуверенность в себе – это состояние человека, при котором человек считает нечто неистинным. То есть или сведения, или характеристики, ощущения внутренние, вообще любую информацию, то есть или о себе, или окружающем мире. И вот, кстати, набор неуверенности, он вообще интересный. То есть туда входят вот такие обычные чувства и эмоции. Это страх, это стыд, это чувство вины, это комплексы, сложности принятия решений, кстати, туда ли я иду. Многочисленные внутренние конфликты и, самое главное, пессимистический настрой, как правило, в неуверенности. А как формируется неуверенность? Вот об этом мы как раз и поговорим. То есть весь вебинар, он поставлен у нас как раз, вся тема у нас вокруг этого будет ходить. То есть мы будем разбирать не как преодолевать уверенность, а откуда происходит вот это чувство уверенности, где эти корни. И это мы выходим на уровень выше, не на уровень поведения, как преодолевать неуверенность, а на уровень убеждений. То есть это, если проработать там, то получается, вот это как на уровень поведения уже легко идёт. То есть вы, по сути, разрешаете себе быть уверенным. Кстати, вот есть утверждение, что неуверенный человек, особенно очень сильно неуверенный, он в себе развивает… То есть у него как бы автоматически развивается агрессия к окружающим. Вот как вы считаете, насколько это правда? Просто вот да, нет, вот ваше просто мнение интересное. Может быть на близких, может быть в соотношении с собой вы смотрели. Ну, как бы сравните это. А мы сейчас идём к негативному мышлению. Ну, почему? Потому что, как я говорила в предыдущем слайде, что самое главное, неуверенность – это пессимистический настрой. То есть это всё идёт у нас, естественно, от мышления. Так, Эмилия считает, нет, неуверенности – это нету агрессии к людям. Люба считает, есть такое. Оля пишет, может быть, за агрессией скрывается зависть? Да тут кто знает, здесь такие чувства разные бывают. И Любовь пишет у нас не согласна. Ну, вот тоже интересно, кстати, для себя тоже отметьте, просто на будущее. Потому что любые вот эти вопросы, они в большей степени для вас. Посмотреть, как в окружающем, вот те неуверенные люди, насколько они агрессивны, насколько они к людям, может быть, наоборот, спокойны и так далее, и так далее. Это, кстати, действительно вот такой интересный вопрос. Итак, друзья мои, в основе своей неуверенное поведение – это всегда негативное мышление. Это пессимистическое объяснение. Ой, пессимистическое мышление. И корни такого поведения всегда у нас кроются в мышлении человека. А мышление выливается в стиль объяснений. Вот об этом мы немножко поговорим более развернуто. Что это такой стиль объяснения? Это способ, которым вы привыкли объяснять себе, почему события происходят именно так, а не иначе. Например, у меня произошло несчастье, потому что я никудышная. Или, например, потому что время было неподходящее. Вот, казалось, два объяснения, а совершенно они по-разному, к разным к людям относятся. Первое, допустим, у меня произошло несчастье, потому что я никудышная. Это пессимистические объяснения. А второе, потому что время было неподходящее, это оптимистическое объяснение. И вот мы к этому сегодня как раз и подойдем. Как это различать вообще все эти вещи? И стиль объяснения может играть роль сильного модулятора, или стимулятора, или мотиватора, включая самовнушенную беспомощность. А что это такое, мы сейчас тоже к этому перейдем. То есть, по сути, стиль объяснения, как человек себе объясняет какую-либо ситуацию, она активирует программу беспомощности. А беспомощность рождает пессимизм. Вот такая интересная здесь структура. То есть, неуверенность – это всегда пессимистическое мышление. В основе пессимизма лежит другое явление – чувство беспомощности. И вот мы разберем как раз его. Это тоже интересная такая вещь – беспомощность. Это вот надо знать всем-всем-всем, потому что откуда ноги растут. Беспомощность – это такое внутреннее убеждение, когда все, что бы я ни делал, не способно повлиять на происходящее со мной. Идет оно из прошлого. То есть, что это такое? Это эволюция выработала пессимизм в наших предках. Далеко-далеко в каменном веке. Объяснение предков таково было раньше. Успех проходящий, опасность подстерегает за каждым углом, нас ожидает трагедия. И главная задача была – лишь бы выжить в диких джунглях. И, кстати, мозг наш привык фиксировать мрачные реалии вот этих ледниковых периодов. До сих пор теперь заметно отстают вот эта фиксация мозга. По сути, она происходит и сейчас, по сей день. То есть, время ушло. Древние инстинкты работают точно так же, как в каменном веке на нас. Вот что самое интересное. То есть, наша лимбическая система, это часть мозга, которая отвечает за чувства, реагирует на любые новые события. Ну, вот как, знаете, такая вот кнопка есть – алярма, алярма, опасность. То есть, это мозг включает тело, включает защитные реакции. И сейчас, кстати, перед человеком не стоит задача выжить, как в древних временах, как в каменном веке. Сейчас все гораздо легче, человек больше борется за комфорт, как я считаю. Ну, конечно, разные есть направления у нас, то есть, не направления, места в нашей планете, где есть горячие точки, но в общем. Но автоматическая система мозга работает у нас на автопилоте до сих пор. То есть, вот она вот работает независимо от того, есть ли действительно серьезная опасность или нет. Она включается автоматически, точно так же, как в древнем мире, в древних временах, простите. Итак, второе, вот откуда это идет, это генетическая память, выработанная с самого первого дня человека. И вот на первом примере, вот здесь вот есть такая прослоника фотография, картинка. И вот здесь есть хороший пример, почему вольеры для слонов, старые слоны ростом под 6 метров, совсем маленькие слонята, привязаны одинаковыми цепями к небольшому вкопанному в землю столбику. Как вы считаете? Вот, то есть, большой слон привязан к одному столбику, размером одинаковым, и маленький слоник одинаковый. Почему такая несправедливость, как вы думаете? Ну, кто проходил у меня вебинарчик уже знает этот пример, но, может быть, у нас многие участники новые, как бы свое впечатление нам сейчас расскажут. Вот кажется, что одинаково обращаться с такими разными животными совершенно нелогично. Взрослому, крупному, сильному слону нужно привязать, конечно, более прочной, как кажется, толстой цепью, чем маленького слоненка. При желании он же может выдернуть, а привязывает одинаково. Так, есть какие версии? Почему? Почему привязывает? Нету версии. Если нет, так опишите нет, чтобы я шла дальше. Так. Конечно, я тоже понимаю, что когда не знаешь, трудно предполагать. Ага. С детства идет неуверенность. Так. Любовь пишет нет. Ага, не знает. Так. Ну вот, Леночка, спасибо тебе за то, что ты свое мнение высказала. Это здорово. Это ценно. Это классно. Вообще обнимаю. Угу. Вот. Тогда я рассказываю, как оно есть. Кроется секрет в отчим. Взрослый слон давно забыл, что значит бороться за свободу. Давным-давно, когда-то он был маленьким, он понял, потому что он был привязан к такому же столбику, да, и такой цепью. Он понял, что несмотря на все свои усилия, навсегда останется в клетке. Ну, он не в клетке, а вот привязан к этому столбу. То есть ему не вырваться. Поэтому сейчас, превратившись в мощного взрослого слона, который сильнее в 10 раз, я не знаю, там может быть и больше, он верит внутри, он убежден, что всего лишь пленник вот этого столба. И даже не пытается бороться. А вот слоненок, который все время брыкается еще в начале, да, пытается разорвать эту цепь, еще не понял воли к свободе и вере в то, что он добьется успеха. Он не выучил еще беспомощность. Вот таким образом закрепляются у животных на автопилоте вот такие интересные выводы по собственному опыту. Есть второй пример, картинку не делаю, по щукам. В большой аквариум поместили рыбу, большую щуку, да, сначала она плавала по всему аквариуму, потом одну ее часть отгородили прозрачным толстым стеклом, и щука туда не могла попасть. Она долго-долго билась в эту преграду. Каждый раз, когда пыталась проплыть, ничего у нее не получилось, и так было сколько-то, какое-то время, несколько дней. Долго-долго она билась, и потом она все-таки потеряла силы и плюнула на это, и отступила. Но потом, когда она отступила, ученые убрали это стекло. Но щука больше никогда не плыла вот на эту сторону, часть аквариума. Она плавала в маленьком пространстве, в то время, как могла, была спокойно туда приплыть. Поучительные эксперименты, правда? И, кстати, заставляет задуматься про нашу жизнь, да. То есть, если много-много раз мы получали, человек получал по рукам, как правило, он туда уже не идет, потому что он понимает, что типа все бесполезно. Но на самом деле, видите, бывают такие ситуации, когда и слон, если бы захотел, мог бы выдрать этот столбик, и щука, если бы захотела, хотя бы сделала попытку. И, кстати, вот давайте я сделаю все-таки вот еще маленького с блохами. Мне всегда нравится этот пример. Одну минутку мы посмотрим. Для логи в логе нужна стеклянная банка и крышка. Лог помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на три дня. Когда же банка открывается, логи не могут выпрыгнуть из нее. На самом деле, логи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Все просто. Хороший пример, да? Того, что у животных это понятно. У них нет разума для того, чтобы понять, что не всегда так бывает. То есть, если 10 раз, извините, побили по голове, и да, с одной стороны, может быть, не нужно идти туда. А если вдруг все-таки нужно, все-таки стоит, наверное, вот эту дверь какую-то толкнуть, которая была прежде закрыта. И это, наверное, один из главных признаков того, как закрепляется у нас в лимбической системе, в нашем мозге, вот эта выученная беспомощность. И человек рождается, ребенок рождается, младенец в состоянии беспомощности. То есть, он сначала не может себе помочь, да, это совокупность рефлексов у нас. Организме, в организме новорожденного есть только один набор мышц изначально, подающийся вообще некоторому сознательному контролю. Это только сосет грудь. Вот это сознательный, ну, то есть, рефлекс, рефлекс. То есть, все остальное для него вообще не подвластно. Он кричит, машет ручками, ножками. То есть, все это не подконтрольно. И вот, когда происходят годы, то есть, человек живет постепенно, то есть, получается, он овладевает вот этим контролем над собой. То есть, постепенно контроль над собой означает вообще, собственно, способность производить неизменения путем волевых сознательных действий личности. То есть, через 3-4 месяца у младенца непроизвольное махание конечностями, попадает он постепенно, там, ложечкой потом в рот, да, потом начинает ходить осознанно. То есть, все это, все это потихонечку начинает у него подходить под контроль, под контроль его воли, под его усилия. И если, кстати, у ребенка нормально идет дальше развитие, вот, духовно он развивается, физически, получает минимальное вот это удовлетворение в правильной дозе, в правильном вообще направлении, то вот потом самоконтроль у него растет. И дальнейший процесс уверенности в себя зависит, кстати, от многих факторов. В большей степени это воздействие внешней среды. То есть, дальше все зависит от того, куда он попадет, с какими родителями он будет, с какими воспитателями он будет. Но есть еще такая фишка, как, сейчас мы подойдем к влиянию социума, есть такая еще фишка, как врожденная предрасположенность. То есть, если кто читал книгу «Семь радикалов» Виктора Пономаренко по типологии личности, кто читал, поставьте плюсики. Интересная книга, кто не читал, советую очень прочитать. Она доступна в интернете, очень легкая, очень такая важная, очень нужная книга, чтобы понять, кто вы, какой у вас тип мышления, к чему вы предрасположены. «Семь радикалов», Леночка называется, «Семь радикалов». Книга потрясающая, и, кстати, с ней даже можно найти свое направление в жизни. Кто еще с предназначением не разобрался, то, в принципе, вот прям для вас. Там что, о чем? О типе мышления. То есть, у каждого человека свой тип мышления. Есть у нас, например, очень тревожные. Кстати, вот неуверенные изначально – это тревожные радикалы. Это есть такой эмотив, называется. Они очень чувствительные. Они воспринимают очень все к сердцу близко и так далее, и так далее. То есть, есть врожденная предрасположенность к неуверенности. И если такой ребенок еще с типом мышления попадает в внешнюю среду, там, мама и внешние окружения воспитывают в нем неуверенность, то это закрепляется. И к годам 18-20 это полная несостоятельная личность в этом направлении, то есть неуверенная. Но это не все так просто. То есть, вот этот все-таки я говорю, миф о неуверенных – это действительно очень сложно этих неуверенных переубедить в том, что они что-то могут сделать. И в этом кроется их огромнейшая сила. То есть, по сути своей, они очень уверены в своей неуверенности. И они действительно уверены, получается, если они уверены, как, знаете, такой тайфун. Они как танк проходят по другому человеку. Вот только вы скажите, доказывайте ему, что он просто-напросто что-то дурака валяет. Он пройдется по вам так, что это докажет вам и всему миру, что он неуверенный. И в этом он уверенный. В этом у него огромные силы. И в этом у него большая энергия, но только которая уходит вне туда. А сейчас мы вернемся вот к влиянию социума и особенности семьи и мамы. Это очень важный пункт. Как закрепляется вот эта неуверенность? Изначально вот в любом… То есть, мы сейчас немножко поговорим о страхе. То есть, страх, по сути, это и есть неуверенность. Вот страшно идти вперед, что-то там не то, а кто узнает, что там будет и так далее, и так далее. Вот эта вот неуверенность – это всегда, вот когда страшно идти вперед, это всегда страх. Как он формируется? Очень просто. Изначально в любом живом существе зарождается страх. Это нормальный инстинкт. То есть, человек, животное, без разницы. Этот страх подталкивает к персональному выживанию. Животно пугалось грома, огня, воды, хищников, стихийных бедствий, смерти. Все это относится к биологическим страхам. Персональное выживание – это как первый слой инстинктов. За рождением социальных групп, как животных, так и человеческих, первому страху добавился социальный. Это тоже древний инстинкт. Например, в первобытных времен каменного века человек мог выжить, только сообща в группе соплеменников. Если человек делал что-то против законов племени или иное действие, которое было направлено на подрыв безопасности группы, то такой индивид наказывался. И в лучшем случае применяли к нему физическое наказание, в худшем – изгнание. Это, кстати, синоним смерти. Ну и кого-то и казнили, конечно, съедали кого-то, может быть, даже. И при любом случае всегда присутствовало порицание от сородичей. То есть давалась отрицательная оценка. Ты плохой, потому что плохо поступил, потому что сделал плохо для племени, для нас и так далее, и так далее. Но это было равносильно выживанию. То есть если человек ошибался, то ошибка стоила жизни, может быть, даже всему племени. Поэтому это было очень сильно вот так вот важное осуждение своего соплеменника. И вот эгоистические действия, приносящие вред ближним, всегда вызывали и по сей день, вызывают порицание. То есть альтруистические действия, приносящие пользу ближним, вызывают одобрение. Ты молодец. И наоборот. С течением времени, когда причинно-следственная связь между альтруизмом и одобрением индивидом твердо установлена, закреплена наследственной передачей, то есть генами, отношение к пользе и вреду забывается, и эгоизм порицается сам по себе. Точно так же, как альтруизм одобряется. Это вот различие, что хорошо, а что плохо сделал индивид. И различную оценку поведения личности стараются внедрить детям с самого рождения. Через чувства, эмоциональное пугание, наказание. Это вот как вот у нас делали. Ты пошел туда, ай-яй-яй, отнял там у Пети машиночку. Очень плохо. Плохой мальчик. Нас еще любят так добавлять. И вот таким образом у людей, благодаря повторению и наказанию вот этих установленных принципов, происходит неразрывная такая ассоциация между порицанием и одобрением их. И благодаря вот этой прочности установившихся ассоциациям, людям кажется, что связь установлена не ими, а она существовала вечно, иной быть не может. То есть вот всегда так было. Вот как будто ты родился, а уже в крови это все всегда есть. Сегодня общество уже не такое дикое, как в древние времена. Но принцип наказания общества индентинчен. То есть все то же самое. Ничего никуда не делось. Человек совершил плохой проступок от людей. Идет наказание как по законам этого общества, уголовная администрация, ответственность, так и неодобрение от близкой семьи, родителей с негативной оценкой. То есть это, как правило, ты плохой, ты сделал плохо, у тебя руки не тем концом вставлены. У нас вот такие вот оценочные еще бывают. Не поведение показывает, что ты плохо поступил, поведение ты, а как правило, дает оценку личности. Это, кстати, две большие ошибки. То есть если когда ребенка надо наказывать и каким-то образом говорить, что надо разделять две вещи. Ты хороший, но вот поведение твое в данный момент, разбил ты стекло в школе, это было плохо, давай решим, как это сделать и так далее. А родители очень часто начинают давать вот эти штампы. Ты плохой и так далее, и так далее, и так далее. И тут же самооценка падает у ребенка. То есть вот вообще, по сути, самооценка внутренняя, вот эта вот уверенность в себе, что я уверена и так далее, она очень зависит от чужого мнения, особенно близких, авторитетных людей. И мозг помогает эффективно фиксировать вот эти воспитательные моменты. Как это вот тут как раз есть такая картинка с цветной капусточкой. Мозг человека имеет одну особенность, помимо прочих. То есть у него много особенностей, а это вот такая интересная особенность. Обобщать всю похожую информацию по одному чувству. То есть, например, мама ругает своего маленького ребенка. Грубыми словами. Так настоящий мужчина делает, и плохой, и дрянь. При этом сильно кричит. Делает строгое выражение лица. У ребенка в таком состоянии, в стрессовом состоянии, возникают негативные эмоции, связанные с определенными предметами обстановки. Времени суток, звуком, запахом и тому подобное. Вся эта связь навеки остается в подсознании. То есть она закрепляется мозгом. И если одни и те же ситуации повторяются многократно, например, мама ругает ребенка одними и теми же словами, с одной и той же интонацией, с одними и теми же движениями, жестами, то у ребенка усиливаются нейронные связи между данной эмоцией и внешними картинками ситуации. Так возникает сильнейшая нейронная связь на одноразовую жизненную ситуацию. Если при этом был сильнейший стресс, эмоция была очень мощная, то это фиксируется за один раз. То есть может быть многократно вот такие наслоения, а может быть один раз. И вот второй важный момент здесь, это вот важно, друзья мои, это вот все-таки немножко такой теоретический материал, но его нужно знать, особенности нашего тела, особенности нашего мозга. Поэтому берите терпение, это вот точно вам пригодится. Итак, второй важный момент. Дальше больше с образованием вот этих нейронных связей между этой эмоцией и внешней обстановкой. Когда мама тем же голосом говорит по телефону с другим человеком, у ребенка всплывает та же первоначальная негативная эмоция из первого случая. То есть автоматически. То есть малыш опять испытал стресс в этот момент. По сути страх. В этот момент закрепляется уже вся данная обстановка и этого случая. Он мог смотреть телевизор в этот момент, там звучать какая-то фраза, музыка. Все это связывается с этим же чувством. В этот момент, а вот в следующий раз, услышав уже ту музыку, которая заикарилась во второй раз, тоже могут всплывать те же чувства. То есть, представляете, это получается вот такой снежный ком. Вот так фиксируются все детали до умельчайших подробностей. Единственное, у всех людей это происходит по-разному. У кого-то очень сильно, у кого-то меньше, у кого-то по отдельным каким-то модальностям. То есть или звук, или картинка, или ощущения, и так далее. Но важно помнить, что у каждого человека, вот, кстати, вот, ну, то есть фиксация происходит индивидуально. То есть вот у кого-то сильнее, у кого-то нет, но это все зависит от типологии личности, от типа нервной системы. И, кстати, вот теракт на Дубровке, кто помнит, там вот у некоторых людей, которые там побывали и выжили, у них была очень сильная вот такая вот всплеск эмоций на разрывание скотча. То есть вот он дома сидит, человек, кто-то там, ну, кто-то начинает что-то упаковывать. И скотч разрывает. А когда они были на Дубровке теракт, то есть этим скотчем заматывали бомбы. То есть постоянно, постоянно там разорвали вот этот скотч. И у людей таким образом, уже потом в спокойной обстановке, только вот при вот звуке скотча начиналось жутчайшее вот это эмоциональное состояние. Это вот что отсюда значит. То есть, по сути, где-то в детстве, может, что-то закорилось, где-то какой-то был испуг ребенка, что-то произошло, какую-то картинку. Потом он это забыл чудесно. И когда он взрослый, где-то в какой-то обстановке что-то, что-то вот произошло, как вот, не знаю, там, мама разбила чашку, при этом накричала. И потом, вот, допустим, он уже вырос, мама, то есть, и произошло то же самое, разбилась чашка, и у него какие-то эмоции вспыхнули. Ему стало плохо, тяжело, он вообще не поймет, откуда пришло. Вот, друзья мои, вот это все укорение как раз оттуда. Оттуда, из прошлого, из прошлого, из прошлого. Но это, кстати, есть и хорошая сторона этой особенности нашего мозга. Здесь не все так страшно. То есть, это всегда работает в обе стороны. То есть, также фиксируется хорошая музыка, хорошее впечатление, хорошие люди. Например, вот с хорошим человеком вы долго общались, и у вас заикарилась его внешность. И любого человека видите подобную внешность, и вам приятен этот человек уже заранее оваться. То же самое, как с актерами и так далее, и так далее. Вот нравится актер, а потом вы видели вот такого человека похожего, и вот тоже уже все симпатия к нему. И наоборот. Вот такая вот интересная особенность. Или, например, когда мандарины вы чистите, конфеты шоколадные кушаете, елочку запах учуяли. Что в вашем восприятии сразу всплывает? Какая картинка? У кого как? Ну-ка, давайте расскажите. А то я говорю-говорю, и мне хочется поговорить немножко с вами. Давайте расскажите, когда шоколадные конфеты, запах, мандарины, елочка. Что в вашем внутреннем мире, какие картинки всплывают. Так, книжки пишут. Эмили пишет. Радость, Новый год и много-много вкусного. Ага, точно, точно, точно. Конечно, друзья мои, конечно, всплывают какие-то хорошие вещи. А вот у кого, кстати, есть вот такие негативные какие-то закорения, сами не знаете откуда, на что-то. Или, может быть, помните. Кстати, тоже интересно. Вспомните свой опыт. Очень интересно мне его послушать, действительно ли у вас тоже так происходит, как у всех людей. Расскажите, вот, может быть, что-то заякорилось из детства. Помните. А может быть, не помните, но просто происходит с вами что-то, да? Чувство какое-то всплывает ниоткуда, на какую-то внешнюю картинку. Пока пишите. Это очень интересно. Будет нам всем посмотреть, послушать ваш опыт. Вот на капусту еще раз взглянем, да? Вот представьте себе цветную капусту, и в основе стебля лежит одно и то же чувство. А каждое соцветие капусты – это разнообразные картинки, да, внешние. Запечатленные через осязание, обоняние, зрение, тактильные ощущения вот в разных ситуациях. Вот так вот в основе одного чувства лежит вот внешне вот такие много-много всяких картинок. Вообще очень интересно, то есть вот эта особенность мозга. Так вернемся немножко к нашему ребенку. Пока у нас кто-то пишет, спасибо вам огромное, ребят, за ваше вот прям активное участие. Прям спасибо огромное. Вернемся к нашему ребенку и наглядно увидим, когда малыш вырастет через 10, 15, 20, 30 лет, то есть он стал старше, он стал взрослым. Допустим, откуда заякорилась у него, вот там мама там что-то ему говорила, что он плохой мальчик и так далее, он этого не помнит. То есть вообще не помнит, да, потому что много мы чего не помнили в старой своей жизни. Но вот эти вот заякоренные какие-то слова, они всегда остаются в системе мозга и живут в параллельной реальности, и действуют на человека, как будто это было недавно, кстати. Это вот особенность тоже нашего мозга. И вот уже сегодня начальник вот этого мальчика, да, то есть того мальчика, сейчас уже взрослого мужчина, сделав вот замечание начальнику ему с тем же выражением лица, как у мамы в детстве, или, допустим, ну, слово какое-то назвал и так далее, и вот готова уже низкая самооценка. То есть чувство, чувство вины, что я что-то сделал, оно всплыло вот оттуда. Человек не знает даже, что испытывает вот эти мучительные ощущения, да, собственной виноватости. Даже если, кстати, исправилась ситуация в реальности на все сто. Но головой понимает, что все хорошо, а внутри все плохо. А вот какой-то внутренний голос уже диктует ему. Так настоящие мужчины не делают, ты плохой, ты дрянь. А значит, тут такая интересная связка дальше, друзья, идет. Я незначим, я не ценим обществом, я изгой, я ничто, я пузырь. Это ведет к тому, что я буду одинок, мне не выжить, и подсознательно равносильно это смерти. Это действительно так. Я сейчас расскажу, вот прямо вот, когда я на тренинге была, мы все приходили к одному выводу, когда мы были на тренинге «Атиовирус чувства вины». Сейчас пока прочитаю, что вы тут у меня написали. Мыслим мы образами, поэтому все это вызывает определенные ассоциации. Правильно, Олечка, абсолютно верно. И у меня запахи иногда могут вызвать. Новый резиновый меч ассоциируется с операцией и наркозом. Вот, тоже где-то заикарилась, наверное, да, Оль? Откуда? Помнишь? Эмили пишет, когда-то неожиданно что-то появляется, я пугаюсь постоянно и боюсь этого. А неожиданность, конечно, потому что неожиданность, ты не контролируешь ситуацию. Это действительно страшно. И страх перед неожиданностью будущего. То есть что там будет? Ты не контролируешь ситуацию, и значит выживешь, не выживешь для тебя, для организма. Это звонок, это звонок. Оля, так и заикарилась, к сожалению. Ага, ну то есть знаешь, да, что это откуда-то из прошлого. Это было в возрасте 10 лет. А помню, как вчера. Вот, Олечка, я как раз про это говорю, что у нас это все живет, как будто вот оно было здесь. Это называется вот тоже особенность нашего мозга. Она вот, знаете, в наше подсознание вот там все вот как бы параллельно. Что вот вы сегодня здесь, то есть не параллельно, а вот по такой одной линии. То есть на одном уровне. И вот это тоже вот надо знать, просто такая особенность у нас есть. И Леночка пишет. Леночка пишет. Я как-то себя научила сама забывать негатив. А теперь у меня память на всех людей помнит. Имена и даты. Вот это правильно. Вот это правильно. Леночка, негатив надо забывать. А организм наш, мозг наш, всех помнит. А как же? Конечно. Но вот переубеждать себя, да, вот негатив. Вот это действительно очень правильная позиция. Это оптимистическая позиция. Это очень-очень психологически верный ход. То есть ты сама себе становишься психологическим спонсором. Сама себя уговаривать, сама себя поддерживать и так далее. Вот это прям вообще супер. Итак, все эти якорения, они сидят очень глубоко в подсознании, в лимбической системе. Это автоматическая система. Мозг вот закрепляет, кстати, это через гены. То есть он у нас закрепляется как в этой жизни, так и передается по наследству. То есть вот эта же вот закрепленная часть может прийти по наследству своему ребенку, даже внуку, представляете? То есть через гены это может перейти. То есть не обязательно, что вот ваш опыт и все это ничей. Ребенок рождается уже с чем-то, с каким-то испугом. Это может передаться также от родителей, от детей. Вот такая особенность наша тоже интересная. Так, Наталья Панюшкина, добрый вечер, Наталья. К нам забежали, к нам на огонек. Так приятно, что вы к нам пришли и пишете в чат. И отвечу на вопрос. Конечно, можно, можно, легко, свободно. Есть такие техники, но это делается не по скайпу, это делается даже не в техниках, которые мы здесь очень часто, кстати, делаем. Вот, это делается вживую, делается легко. У меня вот буквально недавно девочка была очень-очень сложная была там у нее якорение. Ее изнасиловали в детстве. И это вот до сих пор у нее, ей уже под 40 лет, и на определенные картинки, на мужчин определенных, на имена, на голос мужчин разных, причем других, да, на похожую атмосферу у ней тут же выходили панические истерики, панические страхи. То есть нам вообще, человека реально вот трясло, было очень плохо. Говорить, что вот просто там плачет, она ведь ни о чем говорит. То есть человек парализовала просто вот всего. Разъякорили легко за один раз, все это делается. Так что если надо, обращайтесь, сделаем легко. Но это вот нужно, по скайпу это не получится. То есть я и консультирую по скайпу, но это надо в реальности. Ага, делается, делается. Специалистов на ЛП ищите, вот они это делают. Вот, вот, легко. То есть если лично, допустим, нужно, обращайтесь ко мне, если есть возможность у вас приехать в Москву. Если вы из Москвы, или просто приехите. А если нет, то в своем городе ищите хороших профессиональных НЛП-мастеров, и они вам это сделают прям буквально там, я не знаю, там, за 5 минут. Ну не 5 минут, ну 15-20 минут, это делается легко. Просто разъединяется связь между вот этой картинкой и этой. Там, кстати, ничего такого нет фантастичного, как вот подумают, как экстрасенсы, колдуны. Нет. Там есть научное обоснование этого, как делается. То есть все научно, все хорошо и главное эффективно, главное это работать. Ну так вот, друзья мои. А, хотела рассказать про тренинг. Когда мы ходили на антивирус страха, чувства вины, то там мы как раз работали. Многие, кто у нас ученики тут были, они знают, как это мы проходили. То есть тему целую, посвященную страху, тоже в основе этого как раз там лежит особенность нашего мозга. И там есть методика, да, что в этом страшного. И то есть когда, если проходишь по этой методике, то в конце скатываешься все равно, друзья мои, вот к тому, то, что... Что страшного, берешь любую проблему, любую, вот я не знаю, вопрос, цель, там, я не знаю, страшно ходить там на каблуках куда-то. А у другого там страшно, ребенок сидит за компьютером. У третьего там страшно, муж изменяет. Приходят все к одному, друзья мои, скатываемся к тому, что я плохой, самооценка плохая, я незначим для общества, я изгой, я ноль, пустой, в общем, ноль без малочки. И в итоге мне не выжить, то есть к смерти. Вот знаете, потрясающе, совершенно разные запросы, но все скатываются по одной системе. То есть по сути это говорит, что наша психика работает у всех одинаково. То есть есть вот просто формулы, есть определенные формулы, есть вот эти особенности нашего тела, и надо просто их знать. И работая с телом, то есть по сути все это убирается. То есть все вот эти страхи, неуверенности, какие-то другие вещи, все это якорение, все это вот эти вот то ли генетические, то ли опыта, то ли в этой жизни, то ли с прошлой жизни, кто верит в реанкарнацию. То есть все это, все это, все это идет оттуда. Разъякорили, сделали, сами себя уверили в том, что все будет хорошо и так далее, и пошли дальше. Ну то есть приблизительно вот так. Вот, а мы сейчас, то есть по сути надо отделять, что есть тело, и оно на нас действует, ну можно сказать, мощно, через гормоны. Кстати, мы это тоже, считаешь, пройдем, через вот это вот чувство, через лимбическую систему и так далее, и так далее. То есть надо это разделять, стараться, по крайней мере. Если пришли какие-то чувства, ага, что-то у меня там заякорилось, да, а что я боюсь-то, по сути-то, ну мы все постепенно так будем потихонечку идти. И, кстати, вот сейчас расскажу вам кратко еще один случай, как это якориться тоже на будущее. То есть вот здесь стереотип мозга, динамический стереотип, он, кстати, открыт Павловым, чудесно вот он работает, все знают, как собачку там кормили, да, ее кормили, зажигался свет, а у нее вытекалась, то есть потом выделялась слюна. То есть потихонечку вот так происходило. То есть, по сути, на все, по сути, этот динамический стереотип – это основа нашего мозга. Без нее никуда не денешься. Некоторые меня спрашивают, зачем, ну, особенно люди, у кого очень серьезные проблемы в этом, ну, задачки, скажем так, у кого фобии, страхи очень сильные. Они говорят, вот почему наш мозг так фиксирует. Я им рассказываю всю эту теорию, чтобы они знали. Я говорю, ну, так как в хорошую сторону действовать, так и в плохую. Ну, так вот, перейдем к вот такому примеру из жизни. Мужчина идет по улице. К нему в темном переулке подходят три молодых человека, одетых в спортивные штаны, с белой полоской, черных кожаных куртках, неславянской внешности. Просят дать закурить определенным тоном. Мужчина говорит, что не курит, и эти трое начинают его бить. У пострадавшего в этом негативно-эмоциональный момент, по сути, стресс. Мозг запоминает все нюансы этого события. Темный переулок, три человека, мужчины неславянской внешности, фразы дать закурить, определенная модель одежды, куртка, штаны, ну, все что угодно. Особенности внешности человека, голос людей, запах тому места. То есть все вокруг, по всем органам чувств человека, все заекорилось. Образовалась параллель негативного стресса и вышеописанных декораций. Как это отразилось в будущем? В следующий раз к нашему потерпевшему подошел на улице один человек, одетый по домам тем же парням. Спросил закурить. Совсем не думая, наш герой не стал ждать. Он первый врезал вот этому молодому человеку. Вот. И убежал. Первые, конечно, были хулиганы, а вторые просто прохожие. Как вы поняли, да, все это просто-напросто вылезло через вот эту лимбическую систему. Отреагировала она совсем по-другому. Вот тут и грустно, и не смешно, да. И, кстати, теперь и заекорилось у того человека, если он здорово эмоционально стрессанул в этот момент. И вот так вот стресс наш распространяется вирусом по всему миру. Вот. То есть что произошло? Автоматически сработало чувство, да, у человека. И вот так произошло в реальности. И вот, кстати, у нас это вот в детском саду, там кого-то что-то, вот меня пытали молоком в детском саду, и вот я молоко с тех пор пить не могу. То есть, ну, как-то где-то добавки какие-то есть, а от одного запаха мне уже тошнит. Потому что в то время они мне вливали учителя, а одна держала за спиной руки, а другая держала рот и вливала мне это молоко. Вот. А мне потом все это назад. И, в общем, вот с тех пор вот этого я не люблю. Или, допустим, воспитательница была плохая, у мальчика что-то ругала, и вот у него заякорилось на этот тип женщин, вообще, что вот это плохие женщины. Или вообще плохие женщины. То есть вот все так у нас происходит. Вот такие якорения. Итак, идем мы дальше. Казалось бы, какая у нас связь с неуверенностью, а вот самая прямая, друзья мои. Правильный оптимизм и правильный пессимизм. Неуверенность – это всегда пессимизм, как утверждают психологи. Я с этим абсолютно согласна. Кстати, если вы согласны, поставьте плюсик. Если нет, то минус. Тоже интересно ваше мнение. И Наталья, вот, Панишкина у нас согласна. Да, действительно так, Наташа. Итак, нам важно разобраться, сколько и когда, какой оптимизм правильный. С пессимизмом как вообще работать, да. Потому что если и та вещь есть, и та, и все должно как-то быть в гармонии. Но мы сейчас разберемся вообще пессимизм, да. Откуда он берется, вот, откуда тоже корни его очень важны. И вот, как утверждают у нас психологи тоже, пессимизм заложен изначально в человеке в течение жизни. И он от него потихонечку избавляется. Начинается это, конечно, с детства. Но вот чем полезен пессимизм? Вот как вы считаете? Вот чем он полезен? Все-таки, наверное, если он есть в какой-то дозе, наверное, он нужен зачем-то. Как вы считаете? Для чего нам нужен пессимизм? Это защита организма, Улечка пишет. Абсолютно верно, да. Защита. Наташа тоже вторит. Леночка, смотрите реально на некоторые вещи. Абсолютно верно, друзья мои. Вы прям все в точку. Практически вот да-да-да. Один как один. Пишите. Пессимизм полезен тем, что оттаскивает нас от рискованных привлечений нашего оптимизма. Заставляет подумать дважды, да. Удерживает от поспешных и безрассудных поступков, да. Чтобы мы не совершили какие-то ужасные вещи. Так, Эмиля. Ну, увидеть недостатки каких-либо вещей и в итоге исправить это. И тоже абсолютно Эмилечка права. Какая мудрая у нас девочка. Молодец, молодец. Спасибо тебе большое, Эмиль. Итак, друзья мои. В оптимистические минуты действительность слегка деформируется. Это действительно так. Это вы должны знать. Если бы не эти минуты, кстати, мы бы никогда не добились ничего по-настоящему трудного и устрашающего. То есть все время вот так бы сидели под кустиком, как зайчики тряслись. Никогда бы не попытались сделать что-нибудь на грани возможного. Гора Эверест осталась бы непокоренной. Гениальность эволюции состоит вот как раз в том, что равновесие между оптимизмом и пессимизмом постоянно корректирует друг друга. И, кстати, это корректирует очень так интересно. Сейчас мы посмотрим, когда его больше в сутках, а когда его меньше. Это тоже вот интересная такая вещь. Это, представляете, от природы есть вот такое. Итак, это позволяет нам рисковать с одной стороны, а потом отступать, подумать. И вот не подвергать себе крайней опасности. То есть если вообще человек безбашенный, вот во всём видит такой голый оптимизм, да, розовый, как говорят в розовых очках. То есть привело бы это всё опять же к вырождению, то есть к таким вещам не нужно. Поэтому постоянные крайности позволяют людям адекватно, хорошо жить. То есть получается он, если постоянно вот куда-то лезет, у него вот нет вот этого сдерживающего эффекта, то всегда в какие-нибудь он приключения обязательно довлезет. У нас, кстати, есть такие, рядом какие-нибудь люди. Посмотрите по своему окружению, насколько у вас есть. Ну их, кстати, как правило, мало. Больше почему-то баяк таких. Вот я, кстати, неуверенных, я их зову так поласково. Баяки, баяки. Вот такие маленькие, такие прекрасные, хорошие баяки. Ну это всё наше тело, это всё животные инстинкты, это всё лимбическая система мозга. То есть по сути это надо знать. Мы волевым усилием можем контролировать это всё, если только захотим. Итого, когда оптимизм толкает нас на риск, а пессимизм умоляет съежиться от страха, вот некая третья сила в нас внимательно следит за обоями, кстати. Что это за сила? По крайней мере, должна вот она следить, эта сила. Это вот я его называю там душа. Кто-то может назвать внутренний директор, кто-то разум, кто-то помощник и так далее, и так далее. А может быть эксперт какой-то, эксперт-психолог. То есть это вот должен быть кто-то, кто будет балансировать вот как-то вот эти две вещи, то ли останавливать, то ли наоборот подталкивать. И по сути вот неуверенность я бы перевела в другое слово. Неуверенность это осторожность. И когда вы переведёте в это слово, и кстати, то есть трансформируется уже само понятие, осторожность, то немножко по-другому уже человек будет к уверенности, к неуверенности относиться. Потому что вообще каждое слово имеет своё значение, каждый свой вибрационный код. И уже если мы заменяем слово, то уже происходит изменение, изменение в лучшую сторону. А с осторожностью можно дозировать сколько-то побольше, кто-то где-то поменьше. Всё зависит от ситуации. Поэтому кто не уверен в себе в каких-то ситуациях, просто заменяйте это просто слово. Осторожничайте. Насколько, это уже другой вопрос, с этим надо будет разобраться. И вот этого третьего помощника мы в принципе будем, ну сегодня не знаю, получится или не получится, вообще надо активировать в своём внутреннем мире. Это вот такой психологический спонсор, который будет уговаривать, разговаривать с двумя вот этими частями – оптимистом и пессимистом. То есть такой контролёр, можно так сказать. Кстати, примеры оптимизма. Вот неадекватный оптимизм. Со мной ничего не случится, и поэтому я пойду в 3 часа ночи гулять по неосвещенному парку. Со мной ничего не случится, поэтому я буду курить и есть всякую вкусность, столько, сколько моей душе угодно. Сами понимаете, насколько это времени у человека продлится вот эта вкусность. Всю жизнь мы не сможем это сделать, приведёт, тем более сегодняшним питаниям, просто к ужасным последствиям. Другой пример неадекватного оптимизма. Со мной ничего не случится, поэтому я не буду лечить свой больной зуб. Он сам пройдёт, организм самовосстанавливается. И что-то типа вот такого плана. То есть здесь формула такая. Использование пессимизма – это цена всегда… Если, то есть, цена неудачи высока, то оптимизм – неверная стратегия. Примеры… Сейчас я ещё примеры вам дам. То есть если вы планируете нечто рискованное и не очень определённое, не пользуйтесь оптимизмом. Вот здесь вот точно нельзя. Если вы стараетесь проявить сочувствие к тревогам других, не начинайте, кстати, с оптимизма. Хотя в дальнейшем, после того, как установится супереживание, это подстроечка и доверие, то есть оптимизм можно оказаться полезным. То есть вот, например, человек, что-то случилось у него, ну, трагедия какая-то, да, с оптимизма здесь точно не надо начинать. Вот, всё хорошо, да ты чё, наплюй, да всё замечательно и так далее. Опять же, всё зависит от людей, потому что некоторым людям это нормально, а некоторым людям не всегда это здорово. Что ещё можно здесь добавить? Вот, например, человек, решающий садиться за роль после вечеринки пьяный, да, последствия могут быть самой страшной – гибель или авария. То есть это, да, тоже неадекватный оптимизм. Разочарованный супруг, решающий завязать интрижку, которую, если, допустим, о ней узнает супруга, тоже способна разрушить брак, то есть впоследствии развод. То есть вот формула использования пессимизма – цена неудачи высока, то оптимизм – неверная стратегия. А формула использования оптимизма – наоборот. Цена неудачи невысока, то оптимизм – верная стратегия. Да, например, если ситуация какая-то с чем-то, с кем-то склонно затягиваться и затрагивает при этом ваше здоровье, например, вот что-то вот начинает, ну, какая-то болезнь, то вот лучше рискнуть сделать процедуру, чем не сделать. Шанс на выздоровление вот все-таки здесь перетягивает. И так далее, и так далее. То есть надо все-таки присматриваться к оптимизму, пессимизму, насколько здесь цена удачи и неудачи, большая или маленькая. И мы подходим к природным циклам оптимизма и пессимизма. Итак, суточные циклы жизнедеятельности могут вызывать временную, незначительную депрессию. То есть по сути своей, вот здесь вот как раз хорошо написано, это 4 часа утра и 4 часа пополудни. То есть это вот верхние точки депрессии. Нижние точки депрессии приходится на позднее утро и позднее вечер, переходящий в ночь. Это надо просто знать, что есть вот такие циклы. И когда что-то пришло, непонятно, если нет причины, не нашли причины того, что понизило ваше настроение, то просто знайте, есть вот как прилив, отлив, да, лунные циклы и так далее. И, кстати, здесь не только суточное влияние оптимизма, пессимизма есть. Месячные циклы, это да, у женщин, все мы знаем, когда есть критические дни, то здесь тоже, здесь, кстати, гормоны у нас, женские эстрогены уходят. И поэтому тоже у женщин получается вот такое вот плохое настроение. Всем это известно, даже мужчины очень часто говорят, а, ну у тебя и критические дни, значит, настроение по этому. Кстати, это очень часто, действительно так, правда. Опять же, сезонные есть. Вот сейчас осень, сейчас вот пошла смена погоды, сейчас у нас происходит мало света, у нас сразу резкое спадание вот таких вот многих факторов, которые влияют все очень на наши гормоны. То есть все зависит от выработки природного уровня серотонина в организме. И, кстати, вот у пессимистов от природы вот этот гормон, выработка гормона, заложена на генетическом уровне, то есть мало там, мало вырабатывать. А вот оптимисты по вообще своему изначальному вот такому настрою, у них просто-напросто в организме его в достаточном количестве, а может быть даже в большом количестве. Поэтому просто-напросто здесь можно процесс контролировать. Если вы знаете, что у вас общий уровень гормона серотонина маленький, то есть постоянный какой-то фон вот такой тревожный, то есть это вот постоянно, все время, то значит просто надо диетку сделать, обстановку, свет зажить. А диеты есть серотонина у меня на сайте, на сайте психологии в каждый дом. Заходите туда и забиваете в поисковике серотониновая диета. Находите ее легко и просто-напросто себя, вот особенно сейчас сезон осенний, весенний, поддерживаете через еду и свет. Там, кстати, о многих вещах говорится, элементарных, которые вы должны поддерживать себя. И, кстати, и мысли-то сразу другие становятся. Мысли сразу уходят, на самом деле так. То есть очень много зависит от нашего тела, от нашего гормонального фона. Так, сейчас. А болезнь, кстати, появляется тоже от... Вот сейчас мы пробежимся. Болезнь, иммунная система понижается именно от вот этого пессимистического настроя. То есть давно уже это доказано, научно, что иммунная система связана с мозгом. Состояние мозга влияет на остальное физическое тело. Поэтому влияние эмоций и мыслей на болезнь нет никакой тайны. То есть вот насколько вы мыслите в данный момент и настолько вы то ли выздоравливаете, то ли вы начинаете больше болеть. То есть мозг, иммунная система связана не нервами, как некоторые думают, а может и не думают и не знают, а связана с гормонами. Это химические посланцы циркулируют с кровью, могут переносить эмоциональное состояние из одной части тела в другую. Представляете? И было достоверно показано, что мозг изменяется, когда человек впадает в депрессию. Около 10 лет назад есть такая пионерская группа австралийских исследователей, психологов, испытала 26 мужчин, чьи жены недавно погибли от смертельных травм и болезней. Они убедили каждого мужчину дважды сдать кровь на анализы, первый раз через неделю, а второй раз через 6 недель после смерти их жен. Таким образом исследователи получили возможность заглянуть на иммунную систему, когда люди находились в горе. Они установили, что при этом иммунная система сильно ослабела. То есть есть такие в нашем организме Т-клетки, они не размножались, так быстро, как обычно размножаются. Через некоторое время иммунная система начала оправляться сама по себе, и впоследствии американское исследование подтвердило, это совсем другие уже ученые, и развило эти, то есть она стала развивать вот эту теорию, они получили свои результаты и достаточно фундаментальные. То есть вот другой эксперимент они сделали на группе из 37 женщин и исследовали их, состояние их под воздействием тяжелых жизненных ситуаций, событий. То есть они были в депрессии. Параллельно изучалась вот правдоподобная гипотеза вот австралийских ученых, и выяснилось, что нейрогормоны, которые передают послание от одного нерва к другому, могут истощаться. Один из видов этих гормонов так называемый катехоламин. Он истощается при депрессии. И оказывается, что при истощении катехоламинов возрастает активность других химических веществ, эндорфинов, вырабатывающих вашим телом аналогов морфия. И вот у этих клеток иммунной системы имеются рецепторы. Вообще у клеток иммунной системы, которые ощущают уровень эндорфинов. И вот когда содержание катехоламинов низкое, как бывает при депрессии, содержание эндорфинов повышается. Иммунная система очищает это, то есть иммунная система ощущает это, а не очищает. И она свертывается, как бы она реагирует. Если простым языком это сказать, сложно сейчас, что я это всего наговорила тут. То есть можно так сказать. Пессимизм действительно способен отключить иммунную систему. Легко. И если уровень пессимизма можно привести к истощению иммунной системы, то очевидно, что пессимизм можно вредить нашему здоровью в течение всей жизни. Вот так вот интересно, то есть научно доказано, что пессимизм просто убивает иммунную систему. Просто-напросто. Прям взял так и все. Поэтому очень важно нам думать позитивно. Как вы считаете? Друзья мои, кто согласен со мной? Идем мы дальше. Как работать с пессимизмом и поднять наш иммунитет? Эмилечка, да, согласна, здорово, с нами. Так. Единогласная Олечка тоже пишет. Ну, я рада, я рада, что мы все вместе. Но мы уже здесь много уже чего узнали. Какие мы подкованы, какие мы молодцы, какие мы мудрецы. Я считаю, что это просто дополнит нашу картину мира. О том, что насколько позитивное мышление это действительно снимает все вопросы, все запросы, в том числе и уверенности в себе, и неуверенности в себе. Итак, как работать с пессимизмом и поднять иммунитет? Это уже, кстати, поднять иммунитет, это происходит автоматически. Об этом даже мы и не думаем. То есть это происходит прямо на автопилоте. Какая прелесть, правда? Так, Олечка пишет. Полина, спасибо за памятку по борьбе с депрессией. Да, Оль читала, да? Угу. Действительно, она вот такая хорошая, хорошая, да. Реально помогает. У меня тоже все коллеги взяли, по ней прям вот питаются, живут. Да, она действительно все-все-все-все-все там коротко по делу. Очень хорошо помогает. Итак, друзья мои, как работать? Первое. А, тут есть еще у меня такой интересный пример, что вот тоже опять собралась группа ученых, которые решили сделать эксперимент и изменить запущенную иммунную систему методом психологии. В течение следующих двух лет они работали с 40 пациентами. Пациенты продолжали подвергаться обычной химиотерапии и облучению. Ну, то есть они раком, ну да, онкологически больные были, рак у них разных, разных органов был. И кроме этого, раз в неделю, в течение 12 недель, то есть это 12 недель у нас получается 4 месяца, они подвергались особому виду когнитивной терапии. По сути, это вот как раз чем мы занимаемся, позитивным мышлением. И обучались специальными подходами к размышлению, о потерях и так далее, и так далее. И они как раз по вот этому списку, который вот мы здесь сделали, единственное, я добавила сюда критику по формуле плюс-минус-плюс, потому что у них немножко была там другая методика, более сложная, на мой взгляд. Но тоже смысл был тот же. И то есть после вот этих пунктов, там были потрясающие у них результаты. То есть по сути, вот люди, значит, те, которые подвергались вот этой позитивной терапии, они, то есть у них или выходило на нейтрально, или вообще люди выздоравливали. То есть это точно тоже научный эксперимент, и все это подтверждает вот такие предположения. Итак, друзья мои, первое, распознавание автоматических негативных мыслей. Это нахождение первой причины. Почему я ушел в депрессию? Почему мне грустно? То есть нужна рефлексия. А вот как вы думаете, для чего вот это нужно, для чего нужно вот это выявлять? То есть вот эту первую причину, откуда вот мысль, то есть первую причину мысль, почему я упал, ну, свалился в эту воронку от депрессии? Понятно? Если я понятен, кому вопрос, ответьте. Для чего-то эту первую причину мысленную надо искать. Может, черная полоса? Лена, молодец. Такой интересный вопрос. Так, хорошо, хорошо. Спасибо тебе, Леночка, за ответы. Оля пишет с целью анализа дальнейших предотвращающих действий. Да, Олечка прямо вот четко написала, абсолютно верно. Вот, и я добавлю к вам, девчонки, вы молодцы. Спасибо вам за ответы, за то, что вы так активно участвуете. Дело вот в чем еще. Как бы я так вот обобщу все это. Важно понять, когда депрессия происходит или плохое настроение, да, депрессия у нас поглубже, плохое настроение там всякое бывает. Что то, как себя чувствует человек в этом состоянии, возникает оно не изоткуда. То есть всегда есть причина. Объяснение того, что он думает, человек, когда дела, допустим, идут плохо, непосредственно влияет на то, как он себя чувствует. Если человек вдруг, например, почувствовал грусть или злость, или там, я не знаю, страх, или замешательство, то в основе этого чувства всегда лежит мысль. Если человек сможет докопаться до этой мысли, то он сумеет изменить ее. Вот нам важно докопаться до этой мысли, какая же мысль привела к вот этим изменениям уже на теле, то есть, да, уже к какому-то такому негативному состоянию, эмоциональному негативному. Это первое. То есть если мы докопаемся до первой причины, какая мысль стала вот этим вот триггером, вот этим щелчком, то мы ее можем изменить, и таким образом у нас это состояние эмоционально поднимается. Вот второй фактор очень важный. Если есть реальная причина, то есть если мы докопались до этой мысли, и если ее выявить, да, накидать план, как Оля вот правильно сказала, действий, план действий, как решить ее, то настроение автоматически улучшается. То есть я вот выявил ее, ага, понял, так, вот я что-то там туда-сюда, из-за того, что мне надо ехать там к родителям, надо вот, а там будет скандал, и так далее, и так далее. То есть вы выявили вот это, потом написали план действий, что же мне делать, ну, допустим, я еду к родителям, неизбежно, но я вот там отработаю упражнения с ними там, синтоны, эмпатии, и так далее, и так далее, сделаю, как говорится, всем приятно, и себе, и поработаю над собой, ну, что-нибудь типа такого, это я чисто в психологическом ракурсе. Вот, накидали план, и так далее, и так далее, и вы уже успокоились, все, и эмоции выходят на высший уровень. А вот если причины никакой нету, не выявлено, то это значит, что это просто физический сбой тела. И здесь еще проще, просто нужно закрыть потребности тела, то есть то ли сна не хватает, то ли еда какая-то не та, то ли света не хватает, то ли просто элементарно нужно отдохнуть. То есть все просто, нужно подлатать вот скафандр, наше тело, да, и мысли на себя успокоить, скоро все пройдет, нужно пережить. У меня, кстати, очень часто, если я не нахожу той мысли, которая меня вогнала в это состояние какое-то, да, ну, у меня депрессивных нет, но легкое такое, знаете, состояние не очень хорошее. Ничего не хочется делать, ни рыб, ни мясо, такой мир обычен, на нуле, ничего не хочу делать. Вот, то есть важно докопаться, вот почему, да, уже поняли. Первое это то, чтобы вот нарешать, то есть выловить мысль, накидать план и решить эту проблемку, и все уходит. Или же просто-напросто знать, если действительно нету первопричины, то это просто тело, это просто не хватает каких-то гормонов в нашем организме, серотонина, дофамина, я не знаю, там еще много-много у нас чего, все, и просто надо отоспаться, отлежаться и сказать, ага, мысли есть, но это из-за тела, завтра мне будет легче. Я всегда себе так делаю установку и прекрасно думаю, ага, два часа отлежусь, все, а потом у меня будет все в норме. Так и происходит, друзья мои. Вот это очень легкий способ выхода вот с этих состояний. Итак, это первый, значит, пункт, очень важная рефлексия, то есть самоанализ. Второй, это пункт отвлечения другой мыслительной деятельности. Но, как правило, это, знаете, есть другое дело, именно мыслительное. Если вы, допустим, просто что-то на автомате трете посуду, то есть полки и так далее, то, естественно, мысли у вас будут забиты. А здесь вы начинаете, я не знаю, можно конкретно, кстати, я говорю, вот хотите отвлечься, начинайте решать примеры. Не можете уйти с мыслительной жвачки. Вот это ненужные какие-то конфликтные ситуации, хотя у нас есть прекрасные упражнения, переигровка, кто знает уже, кто смотрел вебинарах или на других вебинарах, прекрасно работает, прекрасно снимает эту мыслительную жвачку. Вот. Если кому интересно, зайдите на сайт, посмотрите, называется упражнение переигровка. На сайте психологии в каждый дом просто забивайте в поисковике и там вы легко его найдете. Классно работает. То есть вот отвлечения. Второе, третье, это спор с пессимистическими объяснениями. То есть завести себе психологического спонсора, я сейчас пример там вам приведу, как это делать, как с этим работать. То есть конкретно есть такая небольшая техника. Ну и критика по формуле плюс-минус-плюс, кто еще не знает, мы тоже ее сейчас пройдем. Классная вещь. То есть сам себе даешь правильную критику. И, естественно, пятое, это расслабление. То есть для неуверенных это вот то, что вам нужно делать, это вот тут тренинги и медитации на расслабление тела. Потому что они, как правило, все время в стрессовой ситуации, всегда тело и ждет какой-то нападки, защищается от кого-то. То есть все время в такой осторожности. Поэтому очень важно расслабляться, учиться. Это тоже работа с телом. Потому что у неуверенных весь их страх, вся их неуверенность идет в теле, друзья мои. Это вот приветы от нашего мозга и так далее. А мозг держит все тело в стрессовом состоянии. Расслабить и тело пройдет вот эта неуверенность, пройдет страх и так далее, и так далее. То есть цепочка такая. Работаем с телом. Поработали с телом, а оказалось, что и мысли уже какие-то позитивные пришли. Сделали гимнастику, боже, и мир стал лучше. То есть по сути начинать надо с скафандра. Так, мы идем дальше. Сейчас у меня водичка кончилась. Друзья мои, две минутки, сейчас схожу за водичкой. Можете тоже отбежать куда. И мы придем как раз в упражнение правильная критика. Кому интересно будет, то еще ее не знает, то прям вообще супер. Ага, а я водички если пока налью, то что-то першит у меня в горлышке. Отойду на две минутки и вы можете бегать куда-нибудь. Ага. Ага. Так. так вот я я быстренько вернулась итак друзья мои вы здесь у меня рядышком махните плюсиком кто рядом со мной а кто отбежал то есть к нам присоединиться или может мне подождать как раз . здесь здорово оль знакомы с критикой по формуле плюс минус плюс я думаю наверное да 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 потрясающая вещь правда так но мы еще раз тут продвинем продвинем в общество чтобы люди знали чтобы люди на ней тренировались это классная вещь и так для чего она нужна правильно критиков прежде всего да 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 помогает проверено вообще универсальная вещь на коммуникацию но здесь я ее преподношу именно вот как коммуникацию собственным я то есть неуверенному человеку не хватает именно собственно то есть он все время себя критикует он все время не доволен собой все время ищет одни минусы он на негативе на на постоянном зацикле на собственном да то есть все плохо все ужасно ужас ужас кошмары трагедия катастрофизация жизни планы вот правильно критиков собственно собственный адрес помогает человеку просто-напросто увидеть какие-то плюсы которые он реально делает и таким образом он автоматически повышает себе самооценку и вот надо начинать всегда с позитива это обеспечит контакт контакт во первых если вы кому-то с к этой критикой то контакт с тем человеком вы по сути контакт или с собой то есть это всегда вот так хорошо настраивать диалог создает что еще здесь создает запас ресурсного состояния этой душевные и духовные силы энергии больше прибавляется от мотивации такой вот прекрасно когда начинается с позитива да главный человек вот если вы кому-то даете человек не уходит в защиту там на себя посмотри и так далее так далее то есть это всегда вот хорошая подстройка подстройка хоть для под другого человека хоть вот под собственный внутренний какой-то внутренний тоже такой ценз и так подчеркиваем достоинства вычеркиваем плюсы что хорошо сделано да из ситуации из поведения и так далее так далее вот а а значит 2 это у нас минус как бы ну вот у нас сейчас кстати николай иванович на это минусом не называют он называет это поддержка можно может я тоже исправлю это на поддержку то есть минус или поддержка это что это конструктив то есть это рекомендации как можно сделать это в лучше в будущем здесь тоже главное кстати очень интересная вещь то есть в основном что вот и сделал плохо а вот это вот ты сейчас это сделал плохо у нас там примеры будут а здесь вы наоборот вот как бы хорошо было чтобы ты в будущем сделал вот так ты вот так то есть вы даете человеку конкретно инструкцию как ему сделать лучше это всегда выгодней лучшие для человека говорится чем допустим вы застреваете на негативе чем вы подчеркиваете плохие какие-то детали того что человек сделал поэтому это очень ресурсный даже вот это минус но он даже не минус это такая подсказка как человеку сделать лучше в будущем это супер третий шаг это снова плюс это воодушевление комплименты похвала все зависит от ситуации позитивное внушение допустим то что хотите видеть в человеке и вот это все вот таком вот интересного энергетически к воодушевляющим порыве вы говорите ведь ты же талантливый мудрый у тебя все получится и вот это вот вот эти вот сейчас я перейду сразу к примерам чтобы было понятно более четко это настолько правильная настолько хороший позитивный позитивный настрой на собственную мотивацию в будущем на позитивные изменения то есть вот это вот критика это даже не критика это такой знаете это прям поддержка колоссальная человеку и себя то есть вот по этой форме нужно в первую очередь поддерживать себя то есть давать критику что сделал плохо и вот даешь сначала плюс что хорошо ой то есть ну да что хорошо потом что лучше сделать в будущем и поддержка себя молодец а вот ты вообще талант у тебя все получится и так далее так далее и вот здесь я специальный пример на ребенке чтобы было более понятно вот иногда некоторые говорят вот совсем плохо сделал но нельзя ничего подчеркнуть что хорошо бывает такое так вот как раз здесь вот на примере с ребенком здесь вот прям вот можно понять что действительно можно подчеркнуть хорошо да родители проверяют уроки прописи у малыша совсем вот совсем все пан поначеркал ничего хорошего нельзя подчеркнуть сказать что хорошо и все просто вот здесь вот смотрите насколько все просто как у тех хорошо получилось перекладинка в букве n а соединение между буквой а и с особенно удалось на ребенку же ухты у меня что-то у меня что-то действительно удалось я уверена что в следующий раз у тебя получится еще лучше буковка t и z да то есть указывает на то что плохо t и z но не то что вот у тебя плохо получалось а то что вот я уверена что в следующий раз у тебя получится t и z ребенку же хочется эти t и z сделать вот потому что мама уверена и все так хорошо представляете какая мотивация у ребенка происходит и ты же у меня такой способный вот как ты уверенно двигаешься вперед молодец все ребенка уже хочет уроки делать и ребенок уже на старается для маму угодить каким-то образом чтобы вот она его еще похвалил это называется позитивное подкрепление ребенка это вообще потрясающий формула вообще я не знаю кто и придумал очень люди прям классные но я думаю она испокон веков идет тоже давным-давно и кстати вот так вот таким образом милтон эриксон это известный гипнолог он поддерживал малыша к ему привели и мальчик совсем не учился не хотел а вот так его просто-напросто поддерживал вот такими вот маленькими движениями такими вот такой критикой и представляете через какой-то промежуток времени там через небольшой кстати этот мальчик стал победителем какой-то там олимпиада где-то в общем ну вот представляете как нас может или опустить окружающая среда да или поддержать и так критику прежде всего по для неуверенных нужна по такой формуле для них то есть сначала они должны научиться себя поддерживать сами это легкая критика полезная нужная осваивайте все ваших руках а вот здесь мы переходим спор с пессимистическими объяснениями или утопистом вот нет методика разговор по душам вот как я отмечала уже выше ряд исследований показывают что значительный в значительной степени дети приобретает пессимизм у своих родителей особенно кстати это вот зелегман который написал книгу как научиться оптимизму он нам вообще утверждает что пессимизм очень часто переходит от материн то есть вот если они пессимистически настроены то есть это вот очень большой процент что ребенок ребенку это нас достанется по наследству и критика взрослых это однозначно вот пессимизм отбивает у детей всю уверенность это выучены опять беспомощность постоянные упреки и какие-то негативные внушения у меня здесь один мальчик я с ним переписываюсь и он мне постоянно говорит что вот родители постоянно что он не сделать все говорят что плохо как я говорила во многих вебинарах есть одна такая вещь есть шизофрения цели достижения цели то есть раздвоение цели когда неважно кто муж ребенок взрослый человек или служащий если он постоянно что-то делает приходит к высшему на внуку более высокому начальству да постоянно ему начинают с критики негативные вот все плохо то-то то-то человек старался сидел там днями годами неделями и так далее там проект какой-то делал а ему сразу сказали вот плохо 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 все у человека отбиваются руки если вот допустим такое происходит все время особенно вот это вот женщина эти греша мужчина да там попросила его что-то сделать он что-то сделал но с нами не доделка она вот у тебя вечно руки не тем концом ставлены и так далее и так далее вот и происходит у человека все время особенно вот уже это у мужчины это очень часто он не достигает цели то есть он все время делает а для жены все время плохо чтобы он не сделал жена это воспринимает что все плохо И у него вообще отбивается вся мотивация, он ничего не хочет делать и, соответственно, убегает от таких жен куда подальше. А потом жену удивляется, почему муж ничего не делает, почему он лежит на диване. То есть, по сути, женщина своими руками мужей заставляет ничего не делать, потому что никогда не хвалят, никогда не благодарят. А вот эта простая формула, критика плюс-минус-плюс, она как раз призвана растить крылья любым партнерам по отношениям, детям и так далее. А мы вернемся к вот этой методике. Итак, в чем состоит методика? По сути, представьте с вами воображение, то есть не воображение, это можно воображение. Представить три стула. Можно в реальности разместить три места стоячих, можно разместить три стула. На одном месте у вас, допустим, белый – это оптимист, черный – это пессимист или утопист, как я говорю. А вот такой вот нейтральный цвет – это… Кстати, здесь у меня написано «спонсор», то есть оптимист – это может быть спонсор. Вот просто спонсор – это тоже очень хорошо, это очень ресурсное, кстати, название. А третий стул – это эксперт, ничего личного. Ну, как вот психолог-эксперт, он делает выводы, анализы, он как бы не на стороне первого, не на стороне второго. Потому что дна пессимизма и оптимизма, мы знаем, бывает он иногда, перебор оптимизма, пессимизма. А вот здесь нейтральная сторона, третья, она всегда очень хорошо. Это третья позиция, она очень ресурсна. И вот вы садитесь сначала в одну часть, допустим, пессимиста. Вот произошла ситуация, и вас кто-то должен… Кстати, вот прям пример из жизни. В психологической группе сижу, одна девочка мне пишет. Говорит, вы знаете, вот не могу решиться, объяснила ситуацию. Вот все понимаю, вот надо делать вот так, но вот чего-то у меня не уверена, я не хочу. Вот возьмите меня и переубедите. Ну, она такая девчонка, мы с ней общаемся нормально. Она прямо по-простому говорит, возьмите меня и переубедите, что я должна это сделать. Я говорю, хорошо, и выскажите свое мнение, обоснуйте. Я говорю, ладно, я обязательно выскажу свое мнение по этому поводу, по твоей ситуации. А пока, говорю, давайте дам задание. Я говорю, возьми три стула дома. Значит, первый, возьми того человека, который тебя очень близко поддерживал. Прямо такой, знаешь, самый любимый человек, кто у тебя есть. Это вот представь, что он там. Второй, вот этот пессимист. Который вот в всем сомневается. И третий, эксперт, ничего личного, вот как бы психолог, эксперт со стороны. Ну, или другой, не обязательно психолог, просто эксперт. Вот, я говорю, и начинай, значит, с пессимиста, утописта. Вот ты, значит, что-то рассказываешь, что вот не уверена, не хочу, вот там столько препятствий, там вот это, это. А вот спонсор, оптимист тебя переубеждает. Говорит вот то-то, то-то, вот аргументы какие-то приводят, факты, а вот смотри, как там будет здорово и так далее, и так далее. Вот, а когда вот они друг, и переход, то есть из одного стула в другой, с одного места в другое место. И вот когда вы уже там до чего-то договоритесь, эксперт дает свое заключение, как бы основной вывод. И вот эта вот техника, да, разговор по душам или еще по-другому она называется в других системах НЛП, в других направлениях психологии, называется три стула. Можно, кстати, кому лень три стула, брать два стула или две позиции, и она действительно очень тоже здорово работает. Понятно, как это работает? Кому понятно, махните, если кому непонятно, я еще объясню. Это вот прям разговор, разговор вообще классный. На стенке понятно, здорово. Кому не непонятно, вы говорите, я обязательно еще дорасскажу. Так, а что это у меня? Сейчас посмотрю. Ага, а это вот для тех письменно, кто, допустим, хочет поработать письменно. Это прям вот вам конкретный-конкретный пример. То есть вот неприятный сначала факт. Кстати, прописывать, друзья мои, это вообще гениальная тоже система. То есть наш мозг, когда ты прописываешь какие-то вещи, работает по-особому. Он гораздо гениальнее. Поэтому, друзья мои, не ленитесь писать. Вот есть проблемка, да, прописывайте. У меня одна тоже вот, моя коллега, она говорит, слушай, дай мне супервизию, мне нужен совет. Я говорю, хорошо, ну, по почте. Я говорю, давай, я говорю, только сначала, то есть она хотела по скайпу. Я говорю, напиши по почте мне, опиши по фактам, по ситуациям, вообще, что там, что там и как там. Вот. И она что-то на два дня или три дня пропала. Потом я пишу, ну, где твои описания ситуации? А она говорит, ты знаешь, пока писала, сама все поняла, сама ответила и сама все выводы сделала. Я говорю, ну, гениально, контргениально. Замечательно. То есть, понимаете, вот особенность нашего мозга надо знать. Когда прописываете, почему-то, вы знаете, все становится более понятно. И потом вот эти мысли не проскакивают, когда вы думаете. Они фиксируются, остаются, вы к ним можете вернуться, каким-то образом переформулировать, перепрограммировать, можно так сказать, и так далее, и так далее. Очень полезно и очень нужно, и главное, знайте об этой особенности мозга. Итак, значит, смотрите. Дневничок, вот неприятность, факт, описали. Потом мнение утописта, написали, да. Обязательно описание чувств, что вы при этом чувствовали. Вот это очень важно. То есть, что вот прям действительно вылезло, какое вот что-то там, якорение какое. Потом мнение спонсора, да, или оптимиста. Вот что он говорит, разделяет оценку, оценку личности от поведения. Это очень важно, это всегда нужно это делать. Я все время говорю. То есть, если критику даете, то критику поведения, а не качеств человека. Какое качество личности. То есть, соответственно, и себя. И потом под конец прописываете вывод. То есть, обязательно анализ. Что сделано не так, и что на будущее сделать так. И вот тоже вот этот дневничок можно делать по схемке формулы плюс-минус-плюс. То есть, чтобы вот у вас было все так вот понятно и здорово. Все очень просто на самом деле. Вот. А мы сейчас идем дальше. У нас как раз, мы уже подходим к концу. То есть, что такое оптимизм? Это всегда, когда человек сам себе является спонсором. И, кстати, когда вы становитесь себе психологическим спонсором, то работаете на более высоком уровне, чем поведение и убеждение, как я говорила. Вон, Леночка у нас, да. Улыбается. Это здорово. То есть, а вот когда вы проработаете на уровне убеждений, вот это все, да, то тогда только мы переходим к поведению, как наработать уверенность. То есть, конкретно что это, как? Это сейчас мы как раз перейдем. Потому что вот блоков уже внутренних нет. Есть помощник, который помогает справиться с этими вот, вот этими внутренними неуверенностями и так далее, и так далее. То есть, я не могу, не получится, не будет. Потому что пока вот это сидит, бесполезно там человеку говорить, как ему сделаться уверенно. То есть, это бесполезное явление. Итак, друзья мои, мантры для неуверенных. Это мы сейчас с вами пройдем. Ну, так, подождите, а сейчас я посмотрю, что у меня там еще есть. А вот как нарабатывать уверенность, да, мы с вами... Ну, давайте это, а потом мантру для неуверенных мы с вами сделаем. Классная вещь, мне она так нравится. То есть, что, как нарабатывается уверенность. Или сначала мантру для неуверенных. У кого какие предложения, я что-то растерялась. Как нарабатывается уверенность, то есть, на уровне как поведение мы пройдем. Или мантру мы пройдем для неуверенных. У кого какие предложения. Кто за мантру, поставьте плюсы. Все, Лена, ну ладно, ты за всех, ты молодец, давай. Тогда, короче, жгем мантру. Так, друзья мои, тогда расслабьтесь. Сядьте поудобнее. И читаем слух за мной, если есть возможность. То есть, я читаю, а вы за мной просто повторяйте слова. Но с осознанием. Итак, делаем паузу между предложениями. Это вот когда вы неуверенны в чем-то. Вот эта мантра как раз для этого момента. Или когда человек вообще не уверен в этом. Но эта мантра очень хороша для него. Итак, читаем. Я такой неуверенный, что я просто уверен в своей неуверенности. Я такой нерешительный, что просто решителем в своем намерении не решаться что-то изменить в своей жизни. Зачем что-то решать, если ничего нельзя изменить? Ведь я не ценю свою жизнь. Я настолько не ценю свою жизнь, что мне не жалко тратить ее бесценную временную неуверенность и нерешительность. Я лучше уверенно откажусь от минуты решительности, которая ведет к бесценному опыту. Я откажусь от минуты счастья, которая непременно придет с моей решительностью. Я откажусь от минуты радости, которая придет с первой неизбежной победой. Я лучше отдам эту минуту своей неуверенности. И мне все равно, что эти часы и минуты сложатся в часы, что часы в дни. Дни сложатся в неделю, недели в месяцы, а месяцы в годы. И мне не жалко провести годы своей жизни в этой огромной силе. Силе неуверенности и нерешительности. Ведь мне пофиг на свою жизнь. Пусть она лучше пройдет скучно и однообразно. Пусть она пройдет под знаменем зайчика под кустом, трясущегося от страха и инстинктов. Ведь моя жизнь, ведь моя сила трясти этот куст безгранично. Мало того, я сделаю эту черту характера своей миссии жизни. И буду жить ради нее. Это будет моим главным смыслом жизни. Неуверенность и нерешительность вот в чем смысл жизни. А я и не знаю. Ради этого стоит жить. Мало того, я повешу себе на лоб табличку. Внимание, я уверен в своей неуверенности. Переубеждайте меня. Тратьте на меня свою энергию и силу. Потому что мне мало своей силы. Мне нужно больше увериться в своей неуверенности. И пусть только кто-то эту табличку попробует не заметить. И я уверенно раздавлю ее своим танком неуверенности. Я настолько нища, что не могу найти себе каплю и самой иронии, чтобы посмеяться над своей уверенностью и неуверенность. Каплю щедрости, чтобы не заметить уверенность в неуверенности. Каплю мудрости, чтобы не зацепиться за уверенность в неуверенности. Каплю любви, чтобы принять свою огромную силу и мощь той уверенности, которая у меня есть и была всегда. Ведь я очень, очень силен, уверен и решителен в своей намерении быть неуверенным. Я признаю связь между собой, своей личностью и возможностью чувствовать себя самим собой. И даю этому место. И вот таким образом, когда вы не решительны, когда вы неуверенны, читайте эту мантру и будет очень интересно посмотреть, какие у вас реакции при этом возникают. Так, и кто это делал со мной, расскажите о своих впечатлениях. Прямо буквально пару слов. тоже интересно. А после этого мы перейдем как нарабатывается уверенность, как, каким образом, какое поведение мы делаем. Так, пока девочки пишут. Ну, нормально, мы как раз сейчас все успеем. упаковать водички в лаку. Так, Наталья пишет, внутренний смех над собой. Оля пишет, Полина, а если это не про меня? Ну, тогда и не надо было это делать, если не про меня. Но вообще, кстати, это просто надо как инструмент иметь при себе. У нас детки есть, у нас есть подопечные, если, да, Оль, ты сама работаешь с людьми. И вот как раз для них это хорошая провокация. Это и смех, и разрядка. Вот как сказала, да, Наташа, внутренний смех над собой. Ну, конечно же, друзья мои, да. Да, вот, Оля и не стала. Ну, и правильно, конечно, не надо. Если все в порядке со своей уверенностью, и все в порядке. Оля уже сама себе психологический спонсор. Зачем ей это надо? Это именно провокация для тех, когда людей или не уверены в каких ситуациях, или какие-то, ну, такие фатальные, скажем так, случаи, когда люди, ну, ну, сто процентов не уверены. Эта провокация, вот она выбивает из этого состояния, когда они, вот просто, вы знаете, они на сто процентов уверены в своей неуверенности, вот это, и вот это слом стереотипов, что оказывается-то они суперуверенные, вот он миф о неуверенном. Они уверены, то есть они не верят в то, что они вообще где-то могут быть уверены, а вот здесь это огромнейшая сила, огромнейшая энергия, только она направлена не туда. И вот здесь вот как раз переубеждение идет, слом стереотипов, такой, знаете, на то, что они действительно бывают-то очень уверены. Я одного мальчика спросила, я говорю, слушай, у тебя такая силища, такая у тебя мощная энергетика, ну, она у тебя, и ты, говорю, уверена. Он говорит, а вы мне писали, что я очень неуверена. Я говорю, ну да, оно одно другому не противоречит. И когда я ему рассказала вот это вот, говорю, у тебя, ты на 100% уверен, что ты не уверен в себе. Да, это сила, энергия, и он с этим согласился, и это хорошо, то есть он хотя бы тут принял, что он уверен. Так, да, Оля, мантры про Индика из этой серии, я просто ее переделала. Я вообще под разные задачи эту мантру переделаю, вот и все. То есть под любую задачу ее можно легко переделать. Это провокация, она работает очень здорово, на 90 с лишним процентов человека выбивает из-за этого его убеждения очень внутреннего. Классная вещь, вообще вот эти провокации, они вообще легко, здорово работают. Для работы специалисты это находка вообще. Через юмор, через какие-то вот такие слом стереотипов. Классно, классно, классно. Итак, как нарабатывается уверенность, быстренько пробежим и уже мы прощаемся друг с другом. Но про Индика там, конечно, поинтереснее, да, там как бы так это, юмора больше. Итак, друзья мои, первое, как нарабатывать уверенность. Начинать с тела, это что, повышение личной энергетики. Энергетика живет у нас как в душе, так и в теле, да. Начнем с тела, затем потянется душа, внутренний голос. То есть это распрямиться надо, расправить плечи, улыбнуться, сказать, я живая энергия, я живчик, я солнышко. Упражнение солнышко, это вот всегда улыбаемся, периодически в день мы специально растягиваем улыбку. За этим автоматически подтягивается наше настроение. Это аксимумы, это все уже знают. То есть это физиология нашего тела. Натянули улыбку и настроение подтягивается. То есть вот начинается с тела. Приучать себя энергично бегать по лестнице, только бегать. Вот. Песни в помощь. То есть когда вы бежите, еще какую-то песенку бодрую поете. То есть это помогает. Новое окружение, новое поведение будет легче осваиваться, вырабатываться в новой компании, в новом окружении. То есть надо куда-то идти. На курсы, на тренинги и так далее, и так далее. Это как раз связано с местом отрабатывания. Прям здорово. Какие-то, я не знаю, там форумы тоже, если в интернете. Но лучше вживую, конечно, это все делать вживую. Лучше с инструктором, на тренингах вообще классно. Тренироваться нужно на чужих. То есть новое уверенное поведение. Удобно отрабатывать новое, где в магазинах, на рынках, там, где люди вас не знают. То есть какой-то голос погромче, уверенный такой, и так далее, и так далее. То есть, чтобы вас не знали, то есть не смеялись, а то сравнивать будут, как-то не очень так хорошо. Подражание. Это вообще классно. Возьмите за образец поведения какого-то знакомого человека, уверенного. И вот подражайте ему в новой компании, где-то вот с новыми людьми, но по чуть-чуть, чтобы не напугать, кстати, знакомых, если в своей компании. Это сразу говорю. Или просто вообще в виде юмора. Это, знаете, можно просто кого-то пародировать. Кстати, тоже хорошая идея. Берете в своей компании, кого-то пародируете уверенно. Это не свойственно в вашем поведении, но вы уже ломаете какие-то стереотипы поведения, и это тоже идет изменение внутреннее, изнутри. Классная вещь. Мы на тренингах так и отрабатывали. То есть мы брали партнера, партнер говорил, какое не свойственно на его взгляд, допустим, поведение. Вот мне там говорили, у тебя не свойственно такое-то. И я его отрабатывала. Мне сказали Литвиново. Говорят, вот это не свойственно. Это вот такие ломания туда-сюда. И вот я его пыталась изобразить. А действительно очень трудно. Знаете, тело не поворачивается. А надо, а надо. И это, кстати, тоже слом стереотипов. Нарабатывается на уверенность. Это простые упражнения на уверенность. То есть это во многих тренингах оно есть. И максимум опыта. То есть многократное повторение одного и того же действия. Залог уверенного поведения. Как в начале у нас из девочек кто-то говорит. Экспертность. Профессиональность. То есть если мы сто раз сделали одно и то же движение, то уже уверены. Если, допустим, в кафе вы идете первый раз, вы чувствуете неуверенность. Но если вы пришли уже третий, четвертый раз, или в пятый, или в шестой, то вы чувствуете себя уже уверенность. Поэтому чем больше делаете отработок одного навыка, то, соответственно, уверенность повышается в разы, в разы, в разы. Вот. И упражнения на уверенность. Это просто... Ну, сейчас очень много, кстати, в интернете этого. Вы просто забиваете упражнение и просто для себя выбираете то, что вам комфортно. То есть элементарные прям вещи какие-то. Есть, кстати, хорошая книга про застенчивость. То же самое я считаю, что как уверенность с димбарда, как побороть застенчивость. Вот как раз и смотрите эту книгу. Там прям много, прям много, много всяких разных упражнений. И поддержка себя по формуле плюс-минус-плюс. Это самое главное. То есть взращивайте своего психологического спонсора внутри, вот этого друга, помощника, духовного наставника и так далее, и так далее. Будет классно. Ну и самостоятельная работа. Освоить технику разговор по душам, трестула, да. Внедряйте ее, показывайте своим детям, показывайте своим родителям, показывайте своим вторым половинкам. Классные ресурсные вещи. И критика по формуле плюс-минус-плюс. Ее вообще можно кому угодно применять. Все отношения только налаживаются. Вообще 100%. Вообще супер, супер техника. Ну, друзья мои, все. Подводим итоги. Быстренько, быстренько. Что самого ценного вы почерпнули в нашем сегодняшнем вебинаре? Для себя, для себя. Какая-то информация, может быть, для вас... Ага, это не то. Мы закончили. Какая-то информация для вас стала значимой, важной. Поделитесь буквально пару слов со мной, и мы все бежим отдыхать. Выходные впереди, как хорошо. Я, кстати, тоже отдохнула в октябре, в начале октября, в конце сентября ездила в деревню, собирала грибы, стуками собрала, по лесу бродила, очень классно отдохнула по лесу. Леночка, огромное спасибо. Спасибо вам, что пришли, за то, что поддержали, за то, что активно участвовали. Мне так всегда приятно с людьми работать с теми, особенно которые вот прям не жалеют себя, поддерживают нас всех, меня в первую очередь. Это просто вам огромное уважение, большая благодарность. Спасибо. Благодарю и посылаю свою любовь. Ну так у кого что самого ценного? Что-то для себя подчеркнули по неуверенности? Может, у кого-то что-то сейчас всплывет в голове. А то материала много, конечно, всегда так. Бывает, вроде, два часа сидел, о чем, непонятно, да? Но бывает, бывает, интересные какие-то вещи для себя отметишь. Может быть, мелочь какая-то, но она заполнится, как зернышко западет и потом прорастет. Это здорово. Снежанок говорит, ага, есть зона роста, есть схема действий. Будем работать. Здорово, Снежаночка, я рада. Да, неуверенность. Насколько у вас, вот смотрите, если изначально помните свою циферку, что-то прибавилось, уверенности как-то стало больше. Или вот изменились ли цифры начальные и последующие? Вот если у кого изменилось, то озвучите вот здесь, напишите. Кто помнит свою первоначальную циферку? Это тоже для себя очень важно отметить, то, что прошел какой-то рост, процесс осознания. Это главное. Наталья Панюшина, Панюшкина написала, я поняла, что я уверенный человек. Ну вот это здорово. Наташа, я очень рада, это хорошее осознание. И это просто радуюсь всегда за людей, когда действительно это происходит. И Олечка пишет, Полина, огромное спасибо, все было очень интересно, мне понравилась информация про истоки неуверенности, психофизиологические происхождения. По сути, да, Оль, это для профессионалов, это вообще надо обязательно знать. Поэтому без этого никуда. Начинаем с тела. Вот это главное, друзья, начинаем с тела. С тела, тела и тела. И желания. Настенька, благодарю и тебя, мой солнышко, и ты моя помощница. Настенька, спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь. Такой хороший человечек. И Снежаночка, Полина, благодарим вас за обилие знаний. Ваши знания будем нести по всей жизни. По всей жизни, по всей стране, по всему миру. Несите их в массы. И Олечка, ага, добавляет. Спасибо, Снежаночка, отличная благодарность. Я вот прям, вот бальзам на душу. Спасибо, друзья. И Олечка пишет, зная причину, можно всегда побороть следствие. Абсолютно верно. Знание причин есть великое знание. Это Галилей сказал, мне нравится это выражение, и я его везде использую. Кстати, новую книгу потом выпущу в свет, и своим ученикам обязательно тоже ее скину. Классная вещь, как бы в полном формате про неуверенность. Все, друзья, благодарю, спасибо. Искренне-искренне еще раз выражаю благодарность за все, что вы тут писали, что отвечали, за то, что вы пришли. Я вас обнимаю, и до новых встреч. Ой, и Олег нас слышал. Как здорово. А, как обычно, втихаря сидел. Все, все, все. Хороших выходных всех. Хорошо, что вышел хоть под конец. Спасибо. Спасибо всем, друзья. Все. Счастливо. Запись будет, если надо.